Всем привет, с вами Серпантинка. Это мой второй обзор на законченный скетчбук. Закончила я его быстрее, чем прошлый. На форзацах, как обычно, у меня наклеечки, можете их рассмотреть, а также я использую самодельную закладку. В каждом скетчбуке она у меня разная, в этом вот такая. Что ж, начнем. Открывает этот скетчбук Кавих из Геншина. На момент его рисования он был новым персонажем, мне кажется, он даже еще не стал игровым на тот момент. Арт мне нравится, поза такая парящая и легкая, зеленый цвет на фоне красиво смотрится. Единственный минус здесь это руки, они получились не очень. Дальше Сюлянь из Небожителей. Обожаю это аниме, сейчас как раз выходит второй сезон, очень классный, всем советую. Сюлянь мой любимый персонаж на равне с Ши Цэнсюанем. Недавно забрала с предзаказа пятый томик. Рисовала я его вечером, когда ждала доставку пиццы. Арт мне нравится, красиво и нежно. Дальше опять арт по китайской новелле. Только это уже магистр дьявольского культа. Нахуай Сан, тоже мой любимый персонаж. Мне нравится, как получилось. Единственное, это сейчас я вижу проблему с рукавом, а так неплохо. Дальше это мы с Линой коллабились. Мы купили жвачки Лав и сырисовали по ним арта с известными парочками аниме. Я хотела нарисовать Кирита и Асуну из Мастеров Меча, но мне выпала картинка только с девочкой. Сзади на обороте я приклеила эту картинку. Арт мне нравится, он получился красивым с проработанным фоном. Это один из моих любимых артов в этом скетчбуке. Это моя ОС. Здесь я просто отобразила жизненную ситуацию свою. Так, это Ника из Намбаки. Тоже мне понравился этот персонаж. Арт красивый, яркий и такой позитивный. Мне нравятся его волосы. Дальше это Чуя, но не из бродячих псов, а из алхимиков. Арт мне нравится 50 на 50. Мне нравится, как получилась накидка и одежда в целом. Но телосложение тут страдает. Глазки тоже далековато расположены. А так в принципе нормально. Марин Китагава из Фарфоровой куклы. Обычно жанр романтики я не смотрю, но это аниме было популярно в одно время, поэтому я решила посмотреть. Арт мне нравится в целом, но позу я бы немного поменяла. Этот русал мой персонаж. У него даже имя есть, но я его не помню. Прикреплю подпись имени здесь. Если бы я рисовала сейчас, то я бы убрала рубашку и оставила чисто затяжки от ремней. Мне нравится арт. Фон тоже красивый. Мариарти и Шерлок. Мое любимое аниме патриотизм Мариарти Аппининги этого аниме у меня в плейлисте навсегда. Арт мне нравится. Биг Бен сзади я рисовала белой ручкой. Наверное, сейчас я бы этот момент проработала лучше. А так все в целом хорошо. Это персонаж Лины. Имя говорить, наверное, не буду, так как не знаю, можно ли. Это я рисовала типа карточку персонажа. Ей понравилось. Да и мне тоже нравится. Сейчас я в диджитале отрисовываю карточки всем ее персонажам. Это Нине из улицы Всех Святых. Сам мультсериал я не смотрела. В будущем обязательно посмотрю. Отрывки я видела в ТикТоке и там он мне понравился. Поэтому я посвятила арт. На фоне у меня текстовыделитель, так как я хотела, чтобы фон был очень ярким. Еще один коллап с Линой. Если кто не узнал, то это Мика из Геншина в виде котика. В апреле Ховерс выпустил шуточные арты с персонажами в виде котиков и этот тренд очень завирусился и, конечно, мимо нас с Линой он не прошел. Мне нравится, как у меня получилось нарисовать котика. Очень мило. Если вам интересно посмотреть, какого рисовала Лина, то переходите на ее канал. Дьявло из Слизи. Мой любимый персонаж. Собственно, ради него я и начала смотреть это аниме. Мне было грустно, что у него крайне мало экранного времени. Арт мне нравится, особенно как у меня получились глазки. Это Фуео из Небожителей. Это уже второй арт в этом скетчбуке с небожителями. Просто я очень люблю эту новеллу и аниме. Арт мне вроде нравится, а вроде и нет. Средняя работа. Мне кажется, я его ночью рисовала. Очередной коллап с Линой. Это сет артефактов из Геншина. Он называется Сон нимфы. Это был мой первый опыт в рисовании подобных предметов, но мне нравится, как получилось. Янь Цинь из рельсов. В игру я не играю, но персонажей оттуда очень люблю. Конкретно Янь Цинь мой любимчик. Арт мне не особо нравится, не знаю почему. Тут еще скотч я приклеила. Но не знаю, что-то не так с этой работой. Это Кенширо из Намбаки. Арт мне нравится, он довольно миленький, розовенький такой. Одежда прикольная. Горо и Кокоми. Если что, я не фанат данного шипа. Просто захотелось нарисовать этих двоих вместе. Я рисовала этот арт ночью. Смотрела My Little Pony и приближался экзамен по медицине. Арт мне нравится, он довольно милый и ламповый. Это Робин из визуальной тюрьмы. Мой любимый персонаж. Его вокал мне кажется самым красивым. Я его рисовала еще цветными карандашами. Может когда-нибудь сниму обзор на скетчбук, где я рисую чисто цветными карандашами. Калит из книги Двойник Запада. Его я рисовала своим новым набором маркеров, который я купила в качестве подарка за успешную сдачу сессии. Моей подруге понравился этот арт. Мне он тоже нравится. Книгу всем советую прочитать, она того стоит. Чифую Мацуна. Это тоже мой любимый персонаж. У меня получился каком-то сжатым. Не знаю, может мне просто кажется. Это дружок из Королевских питомцев. Я еще хочу вастружку нарисовать оттуда. Арт мне нравится. Я не так часто рисую животных, но думаю здесь получилось неплохо. Фистофель. Я обожаю фон на этом арте эти плавно выцветающие кружочки. Сам персонаж мне тоже нравится. Получилось красиво. Этот арт тоже понравился моей подруге. Это Квин Би из адского босса. Мне нравится эта работа. Она очень яркая и напоминает об ушедшем лете. Мэйп из кошачьего рая. Само аниме мне не особо зашло, но дизайны у персонажей красивые. Шинобу. У меня много артов посвящено ей, потому что мой любимый женский персонаж аниме. Этот арт мне нравится, но тут опять проблема с рукавом. Вот глаза красивые. Рисовала я это тоже ночью. Моника из шпионского класса. У меня был такой комичный момент. Я думала, что это парень. До того, как посмотрела это аниме, я просто смотрела трейлер на японском, а там Сию немного хрипловатый, поэтому я так подумала. Работа мне нравится. Моя любимая пони принцесса Каденс. Пони я рисую очень редко, но эта работа мне нравится. Глаза тоже красивые. Тоже одна из моих любимых работ. Цижун. Рисовала я его после того, как приехала с фильма Леди Баг. Тоже моя любимая работа из этого скетчбука. Мне нравится, как получилась магия, выражение лица. Характер персонажа прям очень хорошо передан. Лапбок. Этот арт набрал очень много лайков у меня в инстаграме. Мне он сначала не нравился, но потом я присмотрелась и мне он понравился. Глаза очень красивые. Каминари Дэнки из Геройки. Тоже мне нравится эта работа. Глаза тоже прям вау. Фон я пыталась нарисовать типа космос. Но вот прическа такая забавная получилась. Кэя и Делюк из Геншина. Арт я нарисовала поздно вечером, когда с кино вернулась. Я захотела нарисовать арт после прохождения встречи с Кэей. Мне нравится арт. Он довольно милый. Киви. Я рисовала его в память об уходящем лете. Милый арт. Здесь я решила его не лайнить. Мне нравится. Выглядит вкусно. Это тройняшки из Дворецкого. Очень сложно было уместить трех персонажей на формате А5. Последний прям вообще уехал. Но получилось мило. Это большой разворот. Это я рисовала в преддверии первого сентября. Здесь популярная четверка Сумеру во времена учебы в академии. Арт мне очень нравится. Это моя первая такая большая работа. Сзади персонажей я рисовала под светлых даршинов. Аргас из Леди Баг. Мой любимый герой. В тиктоке мне попалась его песня, и он мне запал. Доминик. Когда-то я рисовала ее брата и обещала, что и саму Доминик нарисую, и вот время пришло. Арт красивый, мне нравится. Это куникудзуши. Обожаю его историю, поэтому посвятила ему арт. На фоне я нарисовала поле. Наверное, оно пшеничное и домик деревянный. Мило получилось. И, кстати, желтая бабочка тут не просто так. Это отсылочка. Кто понял, напишите в комментариях. Этот арт я уже рисовала после лета, в учебный день. Это ястреб. Мой любимый персонаж. Тут тоже проработанный фон, типа крыша дома. Это тоже один из моих артов. Какао из кошачьего рая. Милая малышка-кошечка. На фоне я нарисовала рыбок, которых она так любит. Это опять мой любимый Мариарти. Арт мне прям очень нравится. Здесь он прям такой вайбовый. Очень классно получилось. Нужно будет Шарлока также нарисовать. Фусюань из рельсов. Получилось неплохо. Не могу больше ничего сказать. Наверное, я тоже рисовала его ночью. Мариагай. Арт мне нравится. Здесь прям эмоция очень классная. Здесь он в такой динамичной позе, в прыжке. На фоне тут такие рандомные линии. Даттори из Геншина. Тут прям очень много деталей. Я люблю эту работу. Очень долго рисовала. Начало ночью и потом утром перед универом дорисовывала. Сансет и Искорка из Эквестрии. Арт миленький. Здесь я еще приклеила стразики. Это папетта. Она очень милая получилась. Тут еще такие кусочки скотча и стразы, как маленькие фейерверки. Эта девочка олицетворяет попкорн. И последний арт это Тошера из мечей. Здесь он такой маленький на листочке, по сравнению с той же папеттой. Но получилось все равно хорошо. И на этом все. Сейчас уже немного начало заполнять следующий скетчбук. Он у меня с Ху Тао. Спасибо всем, кто посмотрел до этого момента. Всем пока и до новых встреч.